Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что же на самом деле скрывается за падение метеорита на Землю? Системные требования к игре следующие Процессор работающий на частоте 2,4 ГГц 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти На жестком диске WorldShift Апокалипсис завтра займет 4 ГБ В сюжетной кампании разработчики решили полностью отказаться от биф с противником Взамен они используют режим PvE То есть когда игрок сражается против окружающей среды Что же касается онлайна, то здесь главной геймплейной задачей станут совместные зачистки территории Для тех же, кто не мыслит стратегией без матчей против других игроков Припасен классический PvP Хотя и здесь здания играют лишь второстепенную роль А поединки начинаются с фиксированным количеством подчиненных, выбранным перед битвой Такого понятия как поздние юниты Волтшиф просто нет В итоге геймплей получился максимально стремительным На поле битвы имеется всего несколько десятков юнитов Контроль за которыми осуществляется по отдельности Пятерка за игровой процесс Внешне Волтшиф выглядит довольно скромно Но при этом сделано все со вкусом Здесь нет лишних эффектов и много полигональных юнитов Картинка максимально информативна И дает игроку полное представление о том, что происходит на поле битвы Четверка за внешний вид Что касается звука, то и тут упрекнуть Волтшиф не в чем Бодрая музыка и отлично озвученные юниты создают необходимый настрой Пятерка за звук Волтшиф вполне может оказаться стратегическим подражателем World of Warcraft С непременными рейдами, зачисткой подземелья и добычей артефактов Будет ли такой подход пользоваться успехом, пока сказать сложно Но попытка в любом случае занятная Пятерку получает сегодня стратегия в реальном времени Волтшифт, апокалипсис завтра Знаете, на фоне современных РТС вроде World of Warcraft Выход второго Старкрафта может оказаться не таким уж ярким событием Клайска, конечно, бессмертна Но новые жанровые эксперименты выглядят очень интригующе И уже обзавелись немалым количеством поклонников Которые, кстати, прислали нам немало писем по игре World of Warcraft Вопрос, а как обстоят дела с артефактами? И много ли их может унести один герой? Отвечаем Одеваются артефакты не на героя или какой-то отдельный вид юнитов А на всю расу в целом Всего предусмотрено 15 слотов Броня, оружие, имплантанты Комбинировать их можно по своему усмотрению Что открывает настоящую бездну для тактических маневров Допустим, противник приготовился к встрече с профессионально дерущимися в ближнем бою инопланетянами А те взяли артефакт, повышающий дальность плевка кислотой И уничтожили врага на расстоянии Вопрос, а как поменять артефакт прямо во время боя? Отвечаем Смена артефактов прямо на поле битвы невозможна Их можно одевать только перед началом сражения В то время как Титан Электроник Артс прочно утвердился в нише симулирования футбола, хоккея, регби и прочих видов большого спорта Их менее именитые коллеги пробуют себя на неосвоенной канадцами целине Проект Винтер Челлендж 2008 один из их числа Как вы понимаете, он посвящен зимним видам спорта Как это было реализовано, мы узнаем прямо сейчас Первый раз игра под названием Винтер Челлендж вышла в 2006 году под флагами студии Цианид и Дэнсинг Дост И была посвящена зимним олимпийским играм в Турине Винтер Челлендж образца 2008 года делал рук студии Калипса И к тому проекту отношение имеет поскольку-постольку Официально следующая зимняя олимпиада будет только в 2010 году Так что разработчики решили не привязываться к ней А просто выдали на суд теймера набор из шести дисциплин, среди которых Покатушки на санках, как в варианте бобслея, так и одиночные Затем идут керлинг, прыжки с трамплина и бег на коньках Вот, собственно, и всё Также существует три игровых режима Соревнования с таймером, одиночные кубки и, собственно, чемпионат Ну а во всём этом чуть позже Системные требования игры таковы Процессор на частоте 1 ГГц 256 МБ оперативной памяти 128 МБ видео И всего-навсего 400 МБ на жёстком диске Как уже говорилось, в игре присутствуют три игровых режима Соревнования с таймером представляют из себя заезды на время Где вы соревнуетесь с собственными же рекордами Когда вы достигнете в этом определённых высот Или же вам попросту надоест Можете переключиться на одиночные кубки Это соревнования в рамках одной дисциплины Где вам предстоит соревноваться со спортсменами из других стран В зависимости от того, кто какое место занял Начисляются очки И по завершению всех этапов выявляются победители Чемпионат отличается от кубков только тем Что соревнования проводятся по всем дисциплинам А не только по какой-то одной Вот, собственно, и всё Играть крайне скучно Так что навряд ли найдётся геймер Который осилит все доступные игровые режимы в полном объёме Наша оценка геймплея – 2 балла Выглядит всё это великолепие в кавычках настолько убого Что навевает воспоминания о временах Когда компьютеры были большими, как деревья Ни о каких высоких технологиях речи, конечно, не идёт Грайфка застряла где-то на стыке тысячелетий Не меньше Камера всего одна Повторы заезда впортят ненужные игрокусь статистика заезда Наша оценка графического оформления – 1 балл В плане звука Winter Challenge также похвастаться ничем не может Звук времён 8-битных приставок – вот что льётся из ваших колонок, когда вы запускаете игру Наша оценка звукового сопровождения игры – 1 балл Winter Challenge 2008 – яркий пример того, как делать игры не нужно Такой проект смотрелся бы лет 10 назад Или если бы позиционировался как игра для мобильных телефонов При первом взгляде на игру становится понятно Что у разработчиков был небольшой бюджет Но лучше бы они потратили его на обучение персонала своей компании Основу по современным компьютерным технологиям Наша общая оценка игры – 1 балл Winter Challenge 2008 определённо аутсайдер Как в своём жанре, так и в игровой индустрии в целом Подобного рода проекты не дотягивают даже до средничка Максимум, на что они могут претендовать, так это на незаметное местечко В ряду так называемых казуальных игр Да-да Кроме как для убийства времени в каком-нибудь офисе Они ни на что не пригодны А теперь мы попробуем разобраться в некоторых нюансах Winter Challenge 2008 Отвечая на ваши вопросы Первый вопрос А как оптимально управлять спортсменами во время заезда? Отвечаем Если речь идёт о покатушках на санках То тут всё просто Управление чисто стрелочками Чтобы достигать высших результатов Вам достаточно обладать элементарными знаниями о таких понятиях Как центробежная сила И применять их в момент вхождения в повороты С прыжками с трамплины всё несколько сложнее Там задействуется ещё и сила отрыва Доступная по клавише Enter В момент прыжка это значение должно быть максимальным А на коньках совсем всё просто Долбя по стрелкам влево-вправо Вы поможете своему протеже достигнуть максимальной скорости на катке Следующий вопрос Что нужно делать в режиме кёрлинга? Отвечаем Это, пожалуй, самая сложная игровая дисциплина Сначала вы рассчитываете силу удара стрелкой вперёд Затем по нажатию клавиши Enter Запускайте снаряд в поле И кнопками влево-вправо расчищаете ему путь Если всё сделано правильно То снаряд окажется в центре мишени Сделать это крайне трудно Так как в момент проезда снаряда по льду У вас на экране нет никаких характеристик движения И все расчёты введутся на глаз Следующий вопрос А присутствует ли в игре мультиплеер? Отвечаем Нет возможности погонять с друзьями по двору? В игре нет Смотрите далее Turek 2008 Игра выглядит как фильм и сделана на должном уровне Drive and Speed 2 Главным достоинством игры является бесплатная модель распространения Смотрите далее Drive and Speed 2 Главным достоинством игры является бесплатная модель распространения Turek 2008 Игра выглядит как фильм и сделана на должном уровне В прошлых выпусках мы как-то рассказывали об интересном проекте немецких энтузиастов Который широко известен в узких кругах как Live for Speed Сегодня речь пойдёт о схожей игре В этот раз о деле рук Will Spin Studio А именно о Driving Speed 2 Это автомобильный симулятор с неважной графикой Но зато с отлично выстроенной физикой модели поведения авто на трассе Как это выглядит непосредственно в поле вы увидите прямо сейчас Сами разработчики позиционируют свой проект Driving Speed 2 как бесплатный высококачественный автосимулятор С реалистичной графикой, физикой и умным искусственным интеллектом Насколько это соответствует действительности мы сейчас разберёмся Автопарк игры насчитывает 4 болида с движком V8 под капотом Условно их можно разделить на два типа Японцы и мускулы Никаких лицензий к речи конечно же не идёт Но по внешнему виду можно догадаться С каких моделей слизаны эти авто Гоночных треков всего два Это преимущественно прямые проезды с не слишком замысловатыми поворотами В качестве соперников высыпают до 11 железных болванов А результаты при желании можно опубликовать в сети и посмотреть какое вы место заняли в мировом рейтинге В общем как уже говорилось ранее что-то подобное мы уже видели в Leaf for Speed Системные требования игры таковы Процессор на частоте 1 ГГц 256 МБ оперативки 128 МБ видеопамяти И 200 МБ на винчестере Игровой процесс Driving Speed 2 скучен до безумия Если вы плохо спите по ночам и снотворное уже не действует Запустите Driving Speed и желанный сом придёт к вам уже через 5 минут игры Судите сами Обещанная гениальность искусственного интеллекта Оборачивается маловразумительными попытками компьютерных оппонентов Обставить вас на поворотах А скорость соперников навевает мысли о том Что у каждого по педали у газа лежит кирпич Количество доступных трасс заставляет задуматься о том А не в демку ли мы играем И наконец отсутствие какого-либо чемпионата Или элементарной сюжетной линии Вбивает последний гвоздь в крышку гроба Driving Speed 2 Наша оценка геймплея 1 балл Что же касается графики То обещания разработчиков себя так же не оправдали Да, модель автомобиля выглядит вполне сносно Но вся остальная детализация на нуле Безусловно, здесь не последнюю роль играет сетевая направленность проекта Графика должна быть оптимизирована под игру по сети Но с другой стороны, та же серия Need for Speed В последних своих ипостасях пользуется огромной популярностью В качестве киберспортивной дисциплины И хай-тек графика ей в этом не помеха Одним словом, наша оценка графического оформления Driving Speed 2 2 балла В звуковом ряде необходимо отметить саундтрек Он вполне гармонично подобран под неспешность происходящего на экране Чего не скажешь о спецэффектах Наша оценка звуковой составляющей игры 3 балла Резюмируя все вышесказанное в проекте Driving Speed 2 Можно отметить следующее Главным достоинцем игры является бесплатная модель распространения А собственно сама игра ничем особенным похвастаться не может Куцци, автопарк и всего две трассы Тупенький искусственный интеллект и неважный звук Заявка на реалистичность физики также не была выполнена в полном объеме В общем, если разработчики хотят достигнуть пика популярности Им придется еще долго и плодотворно трудиться Наша общая оценка Driving Speed 2 2 балла Параллели между Leap for Speed и Driving Speed можно провести действительно немало Обе игры распространяются бесплатно У обеих свои армии поклонников И концепция обоих проектов выстроена в направлении создания физической модели Максимально приближенной к суровой действительности И тем, и другим это удается вполне успешно Так что, по сути, Driving Speed 2 является прямым конкурентом Leap for Speed'а Кто из них достойнее, решать только вам А теперь настало время для ваших вопросов и наших ответов по игре Driving Speed 2 Первый вопрос При попытке игры по сети интернет меня просят ввести какой-то адрес Что нужно сделать? Отвечаем Дело все в том, что в игру не встроен распознаватель серверов Игра просит вас ввести IP-адрес сервера На котором вы хотите поиграть Список IP-адресов можно найти на фанатских форумах игры Следующий вопрос Есть ли в игре возможность моддинга и добавления своих трасс? Отвечаем Нет Встроенного редактора в игре нет Так что придется довольствоваться теми авто и теми трассами Которые нам предоставили разработчики Следующий вопрос Я никак не могу видеть себя в таблице мирового рейтинга Что нужно сделать, чтобы попасть туда? Отвечаем Во-первых, тренировки, тренировки и еще раз тренировки Не забывайте, что помимо вас в Driving Speed 2 играют тысячи людей на планете И во-вторых, при удачном заезде не забывайте утвердительно отвечать на информационное сообщение Об обновлении мирового рейтинга Следующий вопрос Поддерживает ли Driving Speed 2 геймпады или рули? Отвечаем Нет, поддержка аналоговых контроллеров проект похвастаться не может Если вы переиграли во все, что только можно, но почему-то не добрались до игры турок Вы многое потеряли Игра условно разбита на две Интересную и не очень Интересная это когда вы подкрадываетесь динозаврам Режете им большим армейским ножом горло И натравливаете их на прямоходящих врагов Тут турок смотрится молодцом В основном из-за динозавров и отличной атмосферы А вот когда начинаются какие-то темные технокоридоры с бластерами Становится как-то скучно Турок образца 2008 года Оказался почти не ремейком того самого экшена про охотника на динозавров Который был так знаменит на заре трехмерных ускорителей Перед нами тоже экшен Но теперь про некого Джозефа Турока Экс-спецназовца, который объявил войну гигантской корпорации Без динозавров, впрочем, не обошлось Действие разворачивается на планете Которая целиком и полностью ими заселена Турок именно так Без всяких числительных и по заголовках Хотя серия насчитывает как минимум 4 игры Призван совершить с брендом то, что англичане называют глаголом Ray Magin То есть это фактически изобретение игры заново От предыдущих серий осталось только название и динозавры Сюжет теперь следующий Получив какое-то вроде бы несложное задание Наемный солдат удачи турок терпит крушение на планете, заселенной динозаврами Кроме филиала Кайнозойской эры На планете водятся и другие наемники, вооруженные бластером Игра поступила в продажу 22 апреля 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти И 256 МБ видео А также 18 ГБ на жестком диске Для начала совет Играйте сразу на среднем уровне сложности Иначе игра может показаться скучной По сути, игровой процесс проходит в стиле коридорных шутеров Но нам кажется, что придираться к этому не стоит Игра затягивает своей динамикой и обилием видео вставок Единственное, это действительно скучные моменты Когда приходится отстреливать обычных людей в костюмах Но, возможно, благодаря такому контрасту Сражения с динозаврами проходят на одном дыхании Наша оценка геймплея 5 баллов Внешняя игра также не может похвастаться чем-то сверхоригинальным Но выглядит все очень приятно Графика на современном уровне все ярко и красиво Анимация персонажей и динозавров вполне приличная А видеоролики на движке не вызывают отвращения Наша оценка внешних данных игры 5 баллов Озвучка соответствует динамике игры и внешнему виду Никаких особых нареканий нет Отдельно стоит отметить работу актеров Дублирующих игру на русский язык Предлагаю вам самим оценить звуковой ряд Убей ее Я не могу Это ж просто баба Турок 2008 получился вполне хорошей разработкой Геймплей не дает расслабиться Хоть и бывает иногда скучноватым Графика даже если и не понравится Отвращения вызывать не будет То же самое и с озвучкой Можно сказать, что игра выглядит как фильм И сделана на должном уровне Наша общая оценка игры 5 баллов В эту игру просто приятно поиграть Совершенно не важно, что турок это обычная беготня с автоматом наперевес Здесь балом правит подача материала Игра представляет собой этакий интерактивный боевик Вы смотрите небольшие видео вставки И сами участвуете в происходящем Со временем динозавры становятся все более разношерстными Оружие более мощным, а играть интереснее И чтобы проблемы с прохождением не омрачали впечатления от игры Посмотрите наши ответы на ваши вопросы Сразу уточним, что у нас не было ни единой проблемы С несработавшими скриптами или графическими глюками Первый вопрос Как в игре кидать гранату? Управлению нет ни слова об этом И стыкал все кнопки Не понимаю Отвечаем Нажми одновременно shift и правую кнопку мыши Гранату получится кинуть только в том случае Если в руках одно оружие Следующий вопрос Не могу найти передатчик на местности Вроде все, а бегал, нигде нет Что мне делать? Отвечаем Бегать дальше Прежде чем найдется передатчик Придется пройти не одну локацию А возможно проблема в том, что не сработал скрипт Следующий вопрос А что делать в том месте Когда с чуваком поднимаемся на лифте Лиф встает и появляется задание Разблокировать шлюз Все двери закрыты Лестниц нет Что там делать-то? Отвечаем В закутке есть коробка с большой красной кнопкой Постреляй в нее и все получится Рады были помочь вам в прохождении последних игровых новинок Меня зовут Влад Лехов Это был Фак До свидания Совсем скоро мы снова увидимся А до этого заходите в форум на сайте Муздефиств.ру Меня можно найти там Присылайте мне свои вопросы на адрес FAQ-собака-муздефиств.ру Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма До скорого